Это дерево, это береза, тоже дерево. И это, мои дорогие друзья, это деревья. Вместе они составляют лес и поговорим, как они вообще связаны с нами, людьми. Эти деревья можно принести как прекрасную метафору наших жизней и как мы вообще живем в этом мире, не осознавая некоторые факторы, что происходит вообще у нас. И об этом мы в этом видео поговорим. С вами Дмитрий и вы смотрите Fogelkline. Субтитры сделал DimaTorzok И летом стройная, зеленая она была. Эти деревья, если посмотреть на них, у них есть ствол, листва. В определенное время года они цветут и в определенное время года они дают плод. Как мы можем сравнить такие прекрасные творения нашей земли с нами, людьми? Ну, у них есть визуальная сторона и есть то, что мы не видим. Это корни. У нас, у людей, если философски подойти к этому вопросу, есть тоже визуальная сторона. Это, которое мы видим друг друга. И есть то, что мы не видим. Это наша духовная часть. Пойдемте к большому брату. Вот это тот самый большой брат. Представьте, как с такого маленького растения вот такое огромное дерево вырастает. И мы иногда забываем, что мы полностью связаны с природой и мы стараемся отрицать наши природные вот эти корни. Как я уже говорил, у дерева есть визуальная часть, есть визуальная часть и есть корни. И есть духовная сторона, которую никто не видит. Чему я хочу вас просветить? Это как раз дерево. Оно в определенное время у него появляются свои цветки, а потом у него появляется плод в определенное время года, которое оно дает миру. Так же и человек. В определенное время года он растет, в определенное время он отдает от себя плод миру. В какую почву посадить дерево, тем оно будет и питаться. Если не в очень хорошую почву дерево посадить, оно, конечно, будет вянуть. И было же учеными также доказано, что дерево питается в сложные времена с корней, макро-микроэлементами, чтобы пережить зиму. Так же и человек. В самые худшие моменты он будет черпать у себя все в худшие моменты из своего духовного состояния, чтобы пережить эти моменты своей жизни. И очень сильно это все зависит от того, чем мы питаемся. Контент, который мы в себя впихиваем, с какими людьми мы общаемся. Вообще, какой наш круг общества. Это все очень сильно влияет на наш духовный мир. Пойдемте дальше, я подробнее расскажу об этом. Субтитры сделал DimaTorzok А вот этот дом, который стоит сзади меня, можно также его олицетворить, как наше духовное состояние, когда мы забиваем на него. Как вы думаете, устоит она огромный шторма там или какие-нибудь непогоды? Будет ли крыша протекать у этого дома? Или, ну блин, грабитель проберется ли туда? Поэтому, чтобы не забивать на наше духовное состояние, чтобы наше духовное состояние не стало вот таким, как вот этот вот, на самом-то деле, прекрасный дом, как и все мы прекрасные, но не будем отрицать факта, что он гниет изнутри. И снаружи. И снаружи. Пойдем со мной, и я тебе подробнее расскажу, как предостеречь себя от такого состояния внутреннего. Поехали. Постой, а ты подписан? YouTube, телега. Вот, здесь, смотри. Ты хочешь мне сказать, не успел? Ладно. Смотри еще. А знаешь, что еще самое крутое? Если я приближу этот значок до микроскопических размеров, то ты можешь увидеть там кнопку подписаться, ту же самую, которая находится под этим видео. Так что кликай по ней, и поехали дальше с видео. Короче, все, о чем я говорил про дерево, ствол, корни, почему я это вам рассказываю, и это очень интересная философия. Может быть, она вам поможет в вашей жизни или кому-то близкому тоже рассказать и начать действовать. Потому что без действия, конечно же, мы будем пропадать. Вроде как мы и стараемся посещать определенных людей, чтобы нам помогли, а вроде как бы и засиживаемся дома и ничего с этим не делаем, пока мы не решим что-то самим собой сделать. Речь идет о духовном здоровье. И духовное здоровье это, не бойтесь совсем этого слова, ребята, которые там постарше возраста, 30 плюс меня поймут. Сейчас это слово духовность, она не относится никак к здоровью человека. А раньше это было нормальным явлением, потому что духовное здоровье это напрямиком идет сюда в голову. Как мы думаем, почему мы думаем и тому прочее. Например, в эстонском языке у нас, когда вот проблема с головой или вообще проблема с депрессией или что-то такое, это называется напрямую. Ваймне тервис. И это значит ваймне, духовное тервис здоровья. Психотерапия. Психу от древнегреческого слова. Дух, терапия это лечение. Словообразующий элемент, означающий ументальный, дух бессознательный, от греческого сочетающий форму сик душа-разум. Дух, жизнь-жизнь, невидимая оживляющая принципы или сущность, которая занимает и направляет физическое. Тело понимания, разум как место мысли, способность разума смотри. Он также использовался для образования соединений на греческом языке, таких как сайкоп и цоуби галенсепа дэсит. 1846. Медицинское лечение болезней, от современной латинской терапии, от греческой терапии лечения и исцеления служения больным, ожидание служения терапии лечить, лечить врача, буквально посещать. Служите, водится, смотри терапевтический. Душевное лечение. Я хочу вам такую интересную идею, философию рассказать. Кому-нибудь она поможет. Кому-нибудь, может тебе, вот ты прямо сейчас смотришь, и может она тебе поможет. Я очень надеюсь, что ребята, которые сомневаются, хотя бы попробовали. Перед тем, как полностью говорить нет. Просто взяли бы и попробовали с этим поработать. Если уже нечего терять, то попробуйте хотя бы это. Не надо сразу там думать, что все плохо, и у вас это в голове все плохо. Когда-то я оставил себе заметки и хотел бы про них рассказать. Куда посадить дерево и чем оно будет питаться? Почва будет здоровой и хорошей, то и дерево будет здоровым и хорошим. А представьте, так же и человек, если его бросить в здоровое общество, где общество процветает, то и человек будет процветать. А в данный момент в мире творится хаос. Мы очень много наблюдаем, там, знаете, злых людей, там вот это все. Мир свободен, но не вся свобода, она хороша. Люди, чем они себя подпитывают? Медиа там постоянно подкидывает какие-то вещи, что вот там все плохо, там все плохо, здесь все плохо. Мы еще, кроме медии, заходим в фейсбуки, тиктоки. Там наша половина жизни тоже просиживается. Ребята, если вы смотрите меня, это значит, вы уже кого-то тоже смотрите. Посвящаете этим людям очень большое количество времени, хоть вы и говорите, но это на ходу дело все равно. Но вы все слушаете. Своему почву вы даете вот такое интересное удобрение. Я у вас хочу спросить вопрос один, но к нему я подойду в конце обязательно. Хочу, чтобы вы самим себе ответили на него. Кто захочет, пожалуйста, ответьте, напишите вот в комментариях, как вы по этому поводу себя чувствуете. Какая у нас почва, чем мы питаемся, так мы будем и визуально выглядеть. Если мы питаемся там каким-то трэшем, мы будем трэшово выглядеть. Влияние внешнего мира на нас. Что-то мы фильтруем, что-то не фильтруем. Нам надо осознавать, что мы в себя закладываем. Тем мы будем сиять. Запомните эту фразу. Что мы в себя вкладываем, тем мы и сияем. У вас, вот представьте, вы резерв себе пополнили. Пополнили ютубом, медией, вот это все. У вас случился плохой день. Самый худший день. Он зашел сегодня. Прямо у тебя. И что мы будем с этим делать? У вас ничего не остается. У вас все то, что вы в себя заложили. Вот задумайтесь теперь. Вот интересно же, правда? И теперь, как вам вот это все, вся вот эта мораль, ценности ваши, которые вы в себя заложили, как они вам сейчас помогут в этот же момент вашей жизни. Вот эти все негативные новости, негативный шлаг, негативный вот этот, грубо говоря, п***ш мира. И вот вы в себя это все заложили, и теперь, ну блин, ну все фигово. Окей, допустим, вы с этим всем справились. Вы с этим всем справились, но вас это травмировало. И вы идете к психотерапевту на духовное лечение. Вам дают таблетки. И вам говорят, пропейте это, чтобы успокоиться, и будем лечить ваше духовное здоровье. Потом выясняется, что у вас у родителей, и еще чего-то там. Короче, что куда мы посадили корни, чем мы питались? В тяжелых временах можно черпать свой духовный ресурс для преодоления тяжелых моментов в жизни. Духовность, ее надо подпитывать ценностями, моралью. И это будет тебя держать на плаву. Потому что сейчас в нашем обществе очень много людей, которые не имеют твердого фундамента, на чем стоять. И много заметно сейчас даже детей, которые страдают и депрессией, которые там не понимают, что они мальчик или девочка. Вообще думают они какое-то привидение. Это сейчас наблюдается у нас в нашем таком прекрасном мире, где мы живем. И это сейчас происходит у многих. Надо свой духовный мир пополнять. И пополнять не тиктоками, потому что тиктоки нас отвлекают. Но в мое время когда-то я духовно себя восполнял музыкой. Как бы я фигово себя не чувствовал, музыка, она постоянно меня возобновляла. То есть она делала какой-то по сути ресет. Она все из меня выкачивала. И я как вот такая пустая оболочка могу впитывать опять все новое. Церковь дает прекрасную философию жизни. Если вы не верующий человек, вы агностик или атеист, я все равно рекомендую вам посетить церковь. Оно просто мне открыло глаза на то, что происходит в мире. Как дерево, не под влиянием мира, случайности. Ведь наши корни питаются духовной едой. Но не под влиянием мира, поймите вот это. Не под всем влиянием вот мира. То есть как бы вас ветер не шатал, как бы вас не колыбанила погода. Мир, вы человек в мире. Как бы вас, люди, мир не шатали. У вас есть внутри ваш внутренний стержень, ваши ценности, ваша мораль, как вы живете. Вот это все. И твердая основа. И вас и не сломать. Понимаете о чем я? Вы не будете сломлены. Вы не будете поддаваться влияниям, там скажем, каких-то других вещей. Потому что у вас по сути как антивирусник. Такой в голове. Прошивка. Вопрос, который я хотел вам задать. Есть ли у вас прекрасное воспоминание о том, как вы распиваете алкоголь? Прям прекрасное воспоминание, о чем вы вспомните. И вы такие, да, я горжусь этим моментом, я молодец. И вот это. Есть ли у вас прекрасный момент, который вы можете вспомнить с сигаретой? Есть ли у вас прекрасный момент, когда вы смотрели порнографию? Есть ли у вас прекрасный момент, где вы просто просидели до хрена часов, просматривая тикток? Есть ли у вас прекрасный момент, который вы можете вспомнить из видеоигры какой-то? Просто задумайтесь об этом. Потому что я немного начал понимать вот такие вещи, когда преодолевает человек трудности в своей жизни, он понимает, что он не умер, он вспоминает эти моменты как что-то крутое. Типа, да, я молодец, я преодолел трудности. Потому что сейчас нашу духовность засовывают в одно место. Нам надо опять начинать понимать, что это надо немного развивать. Когда я был в армии, каждый раз, когда нам приходилось в лесу жить, и мы неделю в лесу проживали, перед тем, как мы ехали туда, мы очень не хотели, мы понимали, что это даст нам дискомфорт. И одну ночь мне пришлось вообще под открытым небом спать в летнем спальном мешке при температуре минус 20 градусов. Я думал, я сдохну, но я не сдох. Я приехал обратно в казарму, и я понял, что не все так плохо было. И были прекрасные моменты, которые можно вспомнить, смешные. Есть ли у меня тоже вот какой-то прекрасный момент, который я могу вспомнить с алкоголем? Вообще нету. Это все, чтобы затуманивать мозг. Вы не живете, когда вы вот, вами властвуют вот эти вещи. Вы живете в рабстве этих вещах, потому что вы не можете без них. А человек воистину свободен, когда им не властвуют никакие вещи. У нас есть полная свобода. Но не вся свобода, она хороша для нашего тела. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь, кликайте колокольчик. И это, ребята, желаю вам жизнь в мире. Чтобы не эмоции правили вашим парадом, а чтобы вы им правили. Живите здорово и счастливо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok